доброе доброе утро всем друзья у нас вчера вместо двух капелек был просто ливень он был долгий длинный и это очень радует радость что огород пролит хорошо все природа дышит и радует что я сегодня в огород не пойду потому что там очень сыро ой хорошо как на улице это мы вчера только джесси завели домой то есть только после прогулки вернулись и все и ливень игры как удачно мы прогулялись далеко мы ведь далеко гуляем минут по 40 у нас прогулки обычно хорошо что успели вернуться до ливня скворцы сидят сейчас с утра поедем с михалычем краснодар он все-таки решился на багажник на конструкцию багажные наверх машины вот и вчера говорит а давай тебе рыбок еще купим он же видит что я бы ты убрала больных полечила я говорю а давай смотрю канал грабли life сашу с ольгой у них рыбки петушки я раньше на них не обращала внимание бабки вот вообще а теперь посмотрела и не так понравились эти рыбешки и вот михалычу михалычу сказала но это еще давно говорила когда они только завели петушка показала ему даже не вот вчера быть можете петушков купить петушка не петушков петушка и вердовать так что сегодня еще заедем магазин аквариумный у нас сегодня выходной с михалычем настоящий выходной где они там застряли частность догонят михалыч этой кай жесть правда когда михалыч впереди идет все она рвет ему надо или надо догонять его обязательно его и тейку а когда вот так вдвоем снизу она спокойно идет очень рада что вчера ребятишки это была их идея артем сказать и почистили тротуарную плитку от травы она у меня знаете в глазу так и стояла что надо убрать надо убрать еще ну никак никак мне одно другое трети как обычно пойдешь в огород с одной целью застрянешь на другой и так вот каждый день вчера втроем и прям хорошо так мы поработали заглядывать заглядывать дед бежит вот дают стрекой пробежка у михалыча дошли до конца улицы и увидели что там ягнята бараны еще и мы вернулись потому что тейку то она нормально аджес можно и не удержать и она никогда баранов не видела я думаю что может и обозлиться от роз что ли пахнет при медом медом или от пионов у нас а от клевера вот он цветет у нас опять пошло не по плану смотрю михалыч какой-то какой-то он вялый оказывается в три ночи проснулся и вот бессонница вот мучает ну и все сейчас разбит этот корыто я даже давай не поедем никуда в город ох надо открыть еще ту дверь жарко и он такой и спать не спать час или поспи часов хотя бы а он оказывается там даже сайт ремонтирует что-то там проблемы какие-то давай тогда вообще выходные устроим ничего не будем делать отдыхать сварку еще хочет там у меня там огурчики вижу ухты огурчики вижу оба на оба на тут прям гирлянда целая смотрите это комнатный огурец а это все остальное кураж тут туда завязи есть него тоже огурчик без всякой химии вчера мне после бани была большая стирка все полотенца постирала там халаты штаны все что было все что использовали днем а посушить то негде как раз прежде чем вешать этим белье и дождь пошел сначала потихоньку потом сильнее сильнее я поняла что я не выйду на улицу развешивать белье и я повесила на сушилку на веранде и утром встала а нот как было мокрое так и так и мокрое было и даже немножко попахивала такой затхлостью вот это к вопросу почему я обычно на улицу вешаю неважно дождь или не дождь и халаты штаны по развесила в ванной комнате даже вчера газ включили отопление чтобы маленько там сохла и такой затхлостью стала пахнуть в ванной комнате то опять же к вопросу почему я дома не развешиваю при плохой погоде я на улице пусть лучше дождем это все промоется ну чтобы белье пахло свежестью они затхлостью многие в квартирах вообще сушат свое белье я такое вообще не понимаю мы даже когда жили в квартире и у нас не было балкона мы только на улице сушили белье в любую погоду когда вчера чистили наш тротуар я катя дала вот эти перчатки ну чтоб она не руками ведь и вы царапывала траву между плитками и она тоже забарковала она горит нет очень неудобно вот эти когти болтаются как бы они не слушают пальцев в общем плохие я вспомнила что на алтай я покупала такие перчатки но я имею тоже что-то как-то вот не пошло у меня я вчера это вспомнила вечером рыхлить да может быть посадки какие-то рыхлить но это когда мягкая почва здесь не получится рыхлить в общем мы забраковали эти перчатки не только я но и катя тоже а вот что мы придумали в Денскую приехали в Денскую лавку сходим на ярмарку зайдем Михалыч такой красивый счастливый ходит улыбается просто отдыхаем так это свинина все ребра свинины 290 а это вот говядина са есть бараньи мы взяли барану улыбайся Александр Михайлович баранина тебе сегодня будет вот вот в этом магазине мы обычно и берем мяско необычные часто чаще всего ой юка уже цвет набрала некоторые юки поубрали видимо попадали они а так красиво было когда они все цветы вот так иногда тоже нужно просто выбраться просто погулять ну опять же приятно и с полезным совместили мясо купили и прогулялись сейчас Михалыч им говорим когда мы сюда переехали вот эти деревья были маленькие вот свежие березки вот эти и было как-то в этом скверике лысовато а сейчас ты елочки подросли березки подросли и уже там тени много прям такой уютный скверик получился ну что грабельки Оля Саша заразили вы меня своими петушками я тоже захотела его взяли вот самочку и самца цвет очень красивый так как вам показать то их а вот так мы против холодильника сейчас а то там засвечивают вот такие они вот это пушистый справа это самец а слева это девочка вот это мальчик смотрите какой он богатый у него хвост вот он сидит пока отдельно от самочки сейчас самочку вам покажу а самочка у меня живет вот в этом аквариуме в круглом вот она она немножко поскромнее чем самец хвостик у нее скромнее здесь кстати у меня живут мальки гуппи ну их три штуки и я смотрю она их не трогает спокойно и они тоже относительно спокойно не боятся ее ну вот вот такие дела у нас такие вот новости ну цвет какой у нее красивый Катя твой любимый цвет давай тоже тебе заведем рыбку неприхотливую все вот так мы обзавелись сегодня рыбками в Краснодар не поехали я думаю может быть завтра мы поедем с Михалычем посмотрю вернее посмотрю как он скажет так и сделаем завтра значит завтра поедем ну вот я сегодня уже зависаю возле аквариумов были еще были еще в магазине в зоом магазине рыбки скалярии о которых я тоже подумывала а Михалыч говорит давай в следующий раз надо же чтоб мечты не сразу сбывались надо же о них помечтать помечтать ну и правда так что у меня здесь остались даньи орерио в аквариуме вот они красавчики шныряют туда сюда два сомика коридороса вот они они тоже очень нравятся нам такие трудяшки ой где они а вот они вот 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 один и здесь в траве другой они собирают все со дна даньи орерио со дна ничего не собирают им это не интересно они вот наверху все что плавает они там все съедают а здесь они не подбирают корм вот так что здесь вот эти вот два друга субботничают прибираются я пошла огурцы собрать вести салата нарвать укроп лук к ужину салат сделать вот такие корнишончики как раз на салат так тут у меня квасится квас так и листики салата походила пощипала клубнику поела это Михалычу несу угощу его это наш ужин омлет и салат с огурцов ну и зелени всякой все и кофеек с орешками с изюмом приятного аппетита всем кто с нами ужинает обедает либо завтракает мы сегодня как-то без обеда почему-то обошлись а время уже пол седьмого так что будем ужинать доброе утро друзья на прогулке кое-как дождались 6 часов я пол шестого стала Михалыч еще раньше а раньше не идем гулять потому что собаки лают ну людей просто разбудим и все на нас же все собаки лают все вот тут сегодня странно спят собачки Михалыч вперед убежал с Джейской сегодня мы поменялись ролями правильно все время гуляет с Тейкой нас обгоняет с Джейской и все Джейска начинает тащить меня Тейка тоже вот тащит и догнать хочет но так ее же можно придержать а Джейскую попробуй подержи она мне уже все руки вырвала я ему говорю не обгоняй не обгоняй он вы будете идти или нет я говорю дело не в пробежке и не в быстрой ходьбе надо же чтоб они все дела сделали понюхать надо везде письма все почитать найти место где можно сходить в туалет а не просто пробежка ну в общем спорим каждый день с ним не умеет гулять а Джейска сейчас на меня оглядывается вот я вижу как она идет она не четко идет рядом а она на меня оглядывается все время надо же остановиться чтобы они понюхали эту травку чтобы место понравилось куда сходить они просто промчаться вдоль улицы обратно или подозрительно собаки молчатся а тут какие-то домики для рабочих наверное для теплиц жилые домики домики рыбака заяц сидит смотри саш вон он побежал ничего сделали дела мы нет мы в городе на улице российской михаус дома посмотрел адреса где можно багажник купить установить и очень мы по российской кружили кружили в интернете есть адреса а в реальности нету я не что не торгуют там просто автозапчасти и все и вот уже сюда приехали тоже вот где зеленая крыша здания там должно быть по идее по карте все привел нас навигатор нету я гляди спроси у мужиков тут запчасти какие-то а вот эти багажники на крышу а в интернете этого нету адреса вернее мы приехали не по этому адресу ура 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 потому что домой хотели ехать три адреса и все мимо да лучше ругается на меня куда ехать куда ехать я как навигатор у него я туда знаю куда магазин сапогом дает 40 тысяч 32 он на машине возит ну на легковой машине которые возят вот этот же момент перед нами мужчина ему на его автомобиль сейчас установит и потом нам уже и будет михалыч возить доски трубы ну мало ли чего еще все закончили нам установку багажника не так долго это все почему тут наверное минут 40 всего потратили ждали очереди так отправьте меня уже кто-нибудь в парикмахерскую что это такое торчит и торчит все волосы маша горит мама отращивая волосы михалыч тоже отращивая волосы чу их тут отращивать три былинки у меня на голове это же смешно просто я понимаю кого шевелюра большая сейчас поедем в бау-центр еще съездим раз мы тут рядом и потом уже домой еще и подарок сделали но все у нас маленькая но это было весело мы далеко так потом руки как болели так держать его удерживать это кажется что легко пять минут легко 10 минут легко сейчас едешь михалыч себе игрушки этот берет вчера диск разлетелся шлифовальный и опять куртку другую же порвал но без ран обошелся как мне тут неинтересно интересный муж теперь надо вот такие крепления какие-то покупать она это просто тросики наверно сказал на озоне выпишет здесь бау-центре новые кухни сделали все равно пути есть кухня интересно еще посмотреть а вот смотрите система хранения глянцевая кухонька а вот тоже приятный серый цвет такой ну это так себе помните вам говорила где упала вот вот здесь но тут и не падала а вот здесь забетонировали убрали как раз я тут повернулась и здесь тоже торчали вот такие прутья я навернулась все убрали кто-то на мои видео посмотрю а может не я одна навернулась поставила дома гуляш готовить но может не гуляш не знаю просто баранину тушу в сковородке лук туда покрошила и на вечер не знаю макароны или гречку сделать или рис отварить рис наверно давно рис не готовила приехали в озон михалыч там диски выписал сейчас заберет и поедем еще какие-то ему жилистки надо купить а я заезжала в ермоле на пельмени взяла это знаете выручалочка у нас если ничего дома нечего есть или некогда готовить то пельмени готовим и зефир зима держи игрушки михалыч магазин ушел за железкой кипину две гаечки надо сейчас поедем хлеб возьмем творог сметану надо взять на улице холодно тучи налетели я даже вот кофту надела народ вообще даже кто в куртках то в чем даром сапожках ребенок идет резко похолодало ну как заморозков не будет плюс 16 будет погода такая днем так что прорвемся совсем-то не замерзнем михалыча сейчас на ужин позову ну гуляш не гуляш в общем баранина лук специи всякие рис подлив с томатом с мукой и салатик дети к нам не смогли приехать поэтому мы едем к ним подкормить их я же готовила на всех мы сегодня из магазина в магазин весь день у михалыч наступил отпуск двухнедельный сегодня первый день и вот у нас сегодня такой разъездной день у маши долго не были все отдали михалыч забрал у них одну штучку инструмент и поехали потому что мы подперли ставить машину некуда было возле них и мы подперли ряд машин что недолго быстренько сходили по проведали ребятишки конфеткам обрадовались что для счастья надо да они там шкаф делают в прихожей старый шкаф выкинули отдали продали новый шкаф теперь побольше ну и повыше он с антресолями вот они там все тусуются и делают поэтому и мешать не стали провизию отдали и еще и в путь а михалыч в электрику пошел это в новотитровской электрика работает с 7 утра до 10 вечера час время девятый час уже вот ему там патроны надо будет хочет себе свет там сделать в сарае и сарае гаражи где он сваркой занимается а то когда солнце уже на закат идет то там ему темновато хочет себе на штативе сделать свет друзья я наверно на этой минуте уже буду заканчивать свое видео видео у нас получилось за два дня как бы ничего такого не происходило глобального но обычные наши дни вот всем пока пока хорошей погоды вам теплышко солнышко будьте счастливы будьте здоровы спасибо за внимание спасибо за то что смотрите нас спасибо за комментарии пока пока и до новых встреч ваша аленка михалыч все пока